Если даже потом и выясняется, что указанные мной пути на самом деле никуда не вели, то я отвечу вам вопросом на вопрос, а куда ведет человеческая жизнь? Ну, например, ваша. А? В этом мире так много дорог, и кто-то считает, что они куда-то ведут, кто-то считает, что никуда не ведут, и если кто-то из вас сейчас спросит меня, а что полезного я могу извлечь из твоей сегодняшней лжи, то в ответ я расскажу вам одну историю. В доме одного очень продвинутого учителя жил садовник, который светился по ночам. Однажды учитель спросил его, как у тебя это получается. Садовник сказал, что он не знает, что он ежесекундно читает вот такую молитву, и все. Но ты читаешь ее неправильно, поправляет учитель. Ты делаешь ошибку вот в этом слове, и вот в этом тоже. Надо читать вот так. Садовник очень любил своего учителя, и, конечно же, сделал так, как тот его поправил. И перестал светиться. И вот спустя несколько дней учитель снова подзывает садовника, ведь я не даром сказал, что он был очень продвинутым учителем, и говорит ему, как вы слышите, ты знаешь, я посоветовался с богами, и они сказали, что ты можешь читать свою молитву так, как ты читал ее раньше. И так, дамы и господа. В мире, как все мы знаем, бесчетное количество дорог, и все они делятся на две категории. Как бы забавно это сейчас не прозвучало, на дороге с сердцем и дороге без сердца. Верно? И самое забавное в том, что эти дороги немногим отличаются друг от друга, это просто дороги. И ни одна из них, скорее всего, никуда не ведет, если мы не размазываем по ним немножечко своего сердца. И говоря совсем просто, суть вот в чем. Если вы чувствуете, что живете с человеком, который вас не любит, уходите. Уходите без сожалений. Если чувствуете, что не любите тех, с кем живете, уходите. Если до сих пор делали дело, которое не любите, не любили, уходите. Оно не принесет пользы никому. Но у вас должны быть свои версии на все эти счета. Верно, желтай, дорогие мои.